Праздничные мероприятия ко дню города начались на главной площади. Несмотря на прохладную погоду, принять участие в зарядке со звездой пришли десятки человек. Приглашенным гостем стал популярный исполнитель башкирских хитов и этнического рэпа Зайнеддин. Разминка и разогрев прошли на ура. Затем Зайнеддин исполнил несколько своих композиций, а горожан попросил просто повторять его движения. Мне понравилась зарядка, она очень энергичная. И когда мы прыжками двигались влево, мне кажется, чуть ли я не упала с братья. В целом было очень интересно. Эта зарядка очень энергичная. С утра она очень выняла настроение. И вообще, я очень рада, что эта зарядка прошла в нашем городе в этот день. Очень энергичный был артист, мне очень понравилось, взбодрились. А в это время по периметру городской площади расположились интерактивные площадки. Нефтекамцы смогли поиграть в крестики-нолики, шашки, пройти лабиринт или оригинально сфотографироваться на память. Поздравить нефтекамцев с днем города приехала исполняющая обязанности заместителя премьер-министра правительства республики Ленара Иванова. Предлагаю нефтекамску подключиться к акции «Человек идущий». Когда в мобильном приложении вы подключаетесь и через ваш телефон это будет фиксироваться. И каждая команда наберет, какое количество шагов будет всем потом известно. И это соревнование. Одним словом, давайте всегда заниматься тем, что дает нам здоровье. Очень тепло. Горожане встретили паралимпийскую чемпионку мира. 43-х кратную чемпионку Европы Риму Баталову. Она, как никто другой, знает, что спорт и движение – это жизнь. Дорогой нефтекамск, я искренне рада, что сегодня здесь нахожусь с вами. И, конечно же, не могу приезжать без подарков. Я сегодня передаю реабилитационному центру сертификат на 50 тысяч для приобретения спортивного оборудования. В своей речи главный активист и спортсмен нашего города Радмир Мавлиев отметил, что проведение общегородской зарядки на центральной площади становится уже доброй традицией, которую следует поддержать и продолжить. Я очень рад, что мы дружно освоили эту площадь в качестве спортивной площадки и регулярно проводим здесь занятия спортом. Я поздравляю всех вас с замечательным праздником, днем нашего города и предлагаю сегодня посвятить эту зарядку именно дню рождения нашего города. И давайте вместе регулярно и дружно заниматься спортом, лучше ежедневно. Далее почетные гости направились на другие праздничные мероприятия, а на сцену вышли актеры Башкирского государственного театра кукол. Спектакль «Лесная ярмарка» привлек внимание самых юных жителей города. Мальчишки и девчонки, а также их родители с интересом наблюдали за выступлениями ростовых кукол из столицы республики. Помимо главных городских сцен, гости из Уфы побывали и в детской музыкальной школе Нефтекамска. Мастер-класс народного артиста Республики Башкортостан Аскара Абдразакова собрал полный зал педагогов и учащихся музыкальных отделений. Перед именитым гостем выступили начинающей звездочки нашего города. Семилетний Рамиль Кадыргулов, несмотря на юный возраст, уже является лауреатом всероссийского конкурса. Я исполнял песню «Ветер помор гуляет» и «Петушок». Я выступал в Уфе по академическому пению первое место. Выступление Рамиля, как и остальных вокалистов, пришлось по душе не только горожанам, но и солисту Мариинского театра. Аскара Мирович отметил, что в таком юном возрасте необходимо поддерживать стремление детей и не ломать их голос. Детская непосредственность и естественность – их главное преимущество. Дети – это наше будущее. И это зависит, конечно же, от нас. Про город могу сказать, что город помолодел, он стал еще краше и намного интереснее, и много интересного парков, горящие глаза людей. И когда вышел на сцену и увидел вот эту публику, которую очень люблю. А «Нефтекамская» – это особенная для меня, в общем-то, как бы, сторона. И я с большим удовольствием ехал сюда и с огромным настроением. Советы и рекомендации именитый артист давал с такой непринужденностью, что юные таланты легко воспринимали их и тут же старались исправить недочеты. Даже зрители в зале не смогли удержаться, слушая известные всем композиции, и подпевали в голос. Завершилась встреча со звездой Мариинского театра фотосессии и раздачей автографов, ну и, конечно же, исполнением знаменитой композиции «Уралым». В шесть часов вечера стартовал фестиваль субкультур, приуроченный Дню города. На импровизированной сцене в парке выступали представители танцевального направления брейк-данс. Я хожу на брейк-данс уже год, а в октаву много чему научился за все это время. Разные движения изучил, например, какой-нибудь фриз или гелик, разные движения и так далее. Когда какие-либо праздники, мы приходим и выступаем. Например, новогодний джем, ну мы выступаем в октаве. А сейчас то, что 31 августа День города, мы выступаем тут. Готовился не очень долго с мыслями, что займу первое место и что все будет хорошо. А в это время на главной городской сцене разыгрались нешуточные страсти. Хип-хоп-баттл объединил несколько нефтекамских команд. Парни и девушки зажигали от души. Таким образом и они внесли свою леп в празднование 56-го дня рождения родного Нефтекамска. Зульфия Амирова, Ильгиз Мениханов. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok